Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите календарь Форекс новостей, с вами я, Екатерина Недачина. На предстоящей неделе увидит свет следующая макроэкономическая статистика. Так, в Германии в понедельник выйдет отчет по инфляции за май. Ожидается рост цен на 0,1% в сравнении с предыдущим месяцем. Годовой показатель должен повыситься на 0,7%. В апреле потребительские цены в Германии упали на 0,1% по отношению к марту и выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Эти данные полностью соответствовали прогнозам экономистов. Темпы годовой инфляции в Германии в апреле немного ускорились, что указывает на то, что покупки облигаций со стороны Европейского центрального банка начинают давать желаемый результат. Во вторник Резервный банк Австралии огласит свое решение по учетной ставке на июнь. Рынками прогнозируется сохранение уровня в 2% годовых. Месяцем ранее австралийский Центробанк принял решение понизить процентную ставку до исторического минимума в 2% с 2,25%. Рынок был готов к подобному изменению монетарной политики. Большинство аналитиков прогнозировало снижение ставки до рекордного минимума. Регулятор пересматривает ее величину уже во второй раз с начала года, пытаясь простимулировать вяло текущий экономический рост и ослабить австралийский доллар. В своем заявлении Центробанк сделала акцент на наблюдающихся признаках улучшения состояния экономики, что подтверждается усилением спроса со стороны домохозяйств и ростом занятости. В среду в Австралии выйдет еще один важный индикатор – изменение уровня ВВП. Прогноз аналитиков на первый квартал предполагает рост на уровне 0,5% по квартальном выражении и замедление роста до 2% в годовом. Напомним, что в четвертом квартале 2014 года экономика Австралии увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост ВВП относительно октября-декабря 2013 года составил 2,5%. При этом экономисты ждали увеличения показателей на 0,6% и 2,5% соответственно. Высокий курс австралийского доллара, спад инвестиций в горнодобывающий сектор страны, а также снижение цен на экспортируемые Австралии сырьевые товары стали причиной более слабого, чем ожидалось роста ВВП в последнее время. Кроме того, в начале предстоящей недели выйдут следующие экономические отчеты. Так, в понедельник в Китае, США и ряде европейских стран ожидается публикация производственного индекса деловой активности. Во вторник в Германии выйдет немаловажная статистика с рынка труда. Главными событиями среды станут публикация Европейским Центральным банком своего решения по размеру учетной ставки и отчет по изменению числа занятых в США по данным ADP. Также в этот день выйдут доклады по индексам деловой активности в КНР, Германии, Еврозоне, Великобритании и США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова